На улице Школьной в Большой Соснове сегодня шумно, в поселковой котельной началась замена оборудования. Задача установить новые котлы. Полтонны поднимаются в воздухе, через отверстие в кровле аккуратно опускаются в помещение. Когда начнут работать, говорят специалисты, будут потреблять меньше электричества и газа и прослужат не один десяток лет. Температура восстанавливается и все, он сам автоматически работает. Большососновцы контролируют ход работы. Ирина Некрасова проживает в одном из шести многоквартирных домов, которые запитаны от котельной. Так что интерес понятен. Вы выходные дни будете работать? Да. Будете выходные. Ну я надеюсь, что тепло в наших домах будет. 29 муниципалитетов получили почти 90 миллионов рублей, чтобы обеспечить стабильный старт отопительного сезона. Таким образом отремонтируют полсотни котельных. Кроме того, в прошлом году в Прикаме стартовала масштабная работа по модернизации тепловых коммуникаций. За четыре года краевое правительство направит на эти цели порядка двух миллиардов рублей. В итоге улучшение качества услуг для людей и повышение энергоэффективности сетей теплоснабжения. По словам главы региона Дмитрия Махонина, одна из основных задач регионального правительства – именно комплексное переоборудование сетей и источников тепла для жителей, где необходимо переходить с больших и неэффективных котельных на распределительную генерацию. Это снижение затрат, затрат как на газ, так и на содержание этих котельных. Вот примерно то же самое мы видели в Кизеле, в больнице, где огромная котельная была заменена на маленькую модульную котельную и в разы сокращение затрат. Это экономия. Так же, как и у соседей Кизела в Губахе, где блочно-модульные котельные заменили централизованную систему. До того тепло генерировало Кизеловская ГРЭС, а это километры изношенных сетей и потери ресурсов. Также у нас активно участвуют другие муниципальные образования. В частности, в прошлом году мы закончили работы в Осинском, Бордымском районе. Ну а в Большой Соснове жителям пообещали, что пуск и наладочные работы много времени не займут. И через 3-4 дня батареи в домах начнут нагреваться. Максим Пекер, Матвей Вершинин, Вести Перм.